Дайте угадаю, ваш компьютер лагает и у вас постоянные просадки фпс, а также у вас лаги в играх. Это все не дает возможность комфортно играть в свои любимые игры. В этом видео я постараюсь вам помочь и решить вашу проблему с помощью оптимизации вашего процессора. После чего в ваших играх прибавится фпс и вы сможете играть в игры без лагов. Так что досмотри это видео до самого конца, чтобы максимально поднять фпс в играх. А если вы хотите, чтобы ваша система Windows работала лучше и у вас был доступ к полной настройке и кастомизации Windows, для этого нужно ее активировать. И в этом вам поможет магазин Case Fun. Тут вы можете купить себе ключ активации для любой версии Windows или же Microsoft Office. А промокод ADJUST50 даст вам скидку в 50%. После покупки на вашу почту придет ключ активации, который нужно скопировать и вставить в окно активации. И ваш Windows будет активирован. Также если вам пришел неверный ключ, то данный магазин поддерживает абсолютно бесплатный обмен товара или 100% возврат денег. Поэтому можно не переживать и не бояться каких-либо потерь, вызванных покупкой на Case Fun. Ссылка на магазин и купон в описании под видео. Ну а мы поехали. Давайте для начала вкратце разберемся, что такое процессор и как он влияет на процесс самой игры. Процессор называют мозгом компьютера, и не зря, ведь он обеспечивает беспрерывную работу всего механизма. Процессор можно сравнить с сердцем в человеческом организме. Пока он функционирует, работать будут другие составляющие системного блока и подключенные к нему внешние устройства. С его помощью обрабатывается программный код. Работает операционная система и устанавливаемые приложения. Чем выше скорость процессора, тем быстрее работает компьютер. А теперь давайте узнаем, как CPU влияет на процесс самой игры. Взаимодействие игровых объектов. За основу берется движок и физика игры. Например, в серьезных игрушках процессор рассчитывает, например, траекторию полета пули и нанесенные повреждения, исходя параметров цели и используемого оружия. Проникающего урона и типа боеприпасов, используемых улучшений, точки падения, уровня защиты и так далее. Обработка команд. Пожалуй, самый требовательный к вычислительной мощности процесс. В зависимости от игры, пользователь может использовать различные устройства, таких как мышь, клавиатуру, игровой руль, джойстик или геймпад. Если задержек в адресовке нет, так как видеокарта отлично справляется со своей задачей, то при недостаточном мощности процессора могут наблюдаться лаги и задержка реакции между вводом команды и ее выполнением. Генерация случайных событий и объектов. Во многих играх есть своеобразная фишка. Случайно встреченный NPC может дать какое-нибудь интересное задание. При быстром перемещении по миру на вашего персонажа могут напасть бандиты. В разных местах игрового мира появляются рандомные предметы. Реализовано это благодаря процессору, который использует генератор случайных чисел. Также мощность процессора влияет на поведение NPC. Хотя нипы действуют по заранее написанным скриптам, в современных играх они создают иллюзию живого мира. Ну а теперь переходим к самой оптимизации. Мы будем не разгонять процессор, а будем заставлять его работать на всю мощность. Этот процесс называется Unparking. В компьютерах, поддерживающих многоядерный режим, происходит автоматическое распределение нагрузки сразу на несколько потоков. Благодаря этому происходит одновременная работа всех ядер вашего ПК, но на сниженных частотах. В свою очередь это ведет к увеличению потребления энергии и снижению производительности. Давайте для начала сделаем базовые настройки. Первое. Нам нужно отключить автозапуск программ. Для этого запускаем диспетчер задач. Заходим в раздел автозагрузка. И выключаем все ненужные программы. Далее нам нужно зайти в параметры системы. Переходим в раздел игры. Выбираем игровой режим. И он должен быть у нас включен. Это поможет оптимизировать ваш компьютер. Далее нам нужно отключить работу браузера в фоновом режиме. Если вы не знали, то к примеру Google Chrome может работать в фоновом режиме. Даже при его закрытии. Поэтому нам нужно его отключить. Для этого заходим в браузер. Переходим в настройки. Заходим в раздел дополнительно. Выбираем система. И тут мы выключаем работу в фоновом режиме. Базовые настройки мы выполнили. Теперь переходим к расширенной оптимизации. Первое, что нужно сделать, это отключить высокоточный таймер событий. Это элемент компьютера, который располагается на материнской плате. Он представляет собой таймер обратного отчета. Который должен оптимизировать синхронизацию между вашего ПК и вашим приложением. Но как бы не все так гладко. Потому что есть мнение, что данный компонент вообще не нужен. И если его отключить, то вы можете прибавить себе FPS в играх. Отключить данную функцию можно с помощью командной строки. Для этого открываем командную строку от имени администратора. И вводим вот такую команду. И нажимаем Enter. После чего у вас должно выйти сообщение. Операция успешно завершена. Ну а если после отключения данной функции. Если вы заметили ухудшение работы вашего ПК. И FPS наоборот понизился. То тогда вам следует обратно его включить. Для этого нужно опять открыть командную строку от имени администратора. И ввести вот эту команду. После чего нажать Enter. Следующий шаг. Нам потребуется программа, которая называется Quick CPU. Переходим по ссылке в описании. Скачиваем программу. И устанавливаем ее на свой компьютер. После запуска программы вы сможете увидеть эффективность работы ядер вашего процессора. Находим раздел PowerData. И тут мы выбираем максимальную производительность. Далее снизу мы видим три ползунка. И выставляем их на 100%. После чего нажимаем Apply. И переходим к следующему шагу. Ну а перед тем как я продолжу рассказывать вам про оптимизацию процессора. Я хочу вам рассказать про то, что теперь на моем канале есть возможность получить дополнительные фишки. К примеру, вы теперь можете смотреть новое видео с самыми первыми. А еще ваш ник будет выделяться среди миллионов людей. И я смогу теперь отвечать на ваши комментарии без всяких задержек. К примеру, вы посмотрели мое видео про оптимизацию ПК. Или же про повышение FPS в играх. И у вас появился ко мне вопрос. Или случилась какая-то проблема. То я с легкостью могу дать вам ответ. И помочь решить вашу проблему. Также в специальном чате я буду разыгрывать среди вас ключи от игр. А также я там буду делиться с вами о новыми способами оптимизации ПК. Или повышение FPS в играх. И все это стоит 149 рублей. Для того, чтобы вступить в элиту. И получить множество функций. Нужно нажать под этим видео на спонсировать. Или же перейти по ссылке в описании этого видео. Либо вы можете еще зайти на мой канал. И там вы тоже найдете эту кнопку. Тем самым вы еще поможете в развитии данного канала. Всем спасибо, кто уже вступил в элиту. Ну а мы продолжаем. Настройка системного монитора. Открываем системный монитор от имени администратора. Ищем папку особые. И тут у вас должно быть пусто. Если нет, то удаляем все. Нажимаем правой кнопкой мыши. Выбираем создать группа сборщиков данных. Вводим имя ЦП. Выбираем создать вручную. И нажимаем далее. Тут выбираем счетчик производительности. Нажимаем далее. Здесь нажимаем добавить. И у нас открывается окно. Тут выбираем процессор. И снизу нужно выбрать самую большую цифру. И нажимаем добавить. После чего ищем раздел процесс. И выбираем счетчик потоков. Нажимаем добавить. И жмем ок. У вас должно получиться как у меня. После чего мы нажимаем далее. Потом еще раз далее. И жмем готово. Нажимаем правой кнопкой мыши на ЦП. Которую мы создали сейчас. И запускаем его. После чего ваша скорость процессора увеличится. Не переживайте. Этот процесс никак не связан с разгоном. Ну а теперь можем перейти к физической оптимизации процессора. А именно замена термопасты и очистка кулера от пыли. Это играет немаловажную роль в работоспособности вашего процессора. И самое главное. Если вы не разбираетесь в термопасте. Как ее заменять. То лучше найдите человека, который в этом разбирается. Чтобы он смог вам с легкостью поменять термопасту. И еще один вам совет. Менять термопасту стоит только в том случае, если температура вашего процессора или видеокарты очень сильно выросла. Так что забудьте про советы, которые вам говорят, что для профилактики нужно каждый год заменять термопасту. Это все неправда. Термопаста сама по себе имеет очень большой срок жизни. Поэтому нет смысла ее менять каждый год. Все очень просто. Если вы заметили, что у вас очень сильно нагревается процессор, ваша видеокарта. То в этом случае вы уже можете поменять термопасту. Также я нашел для вас инструкцию по правильному применению термопасты. Если что, это будет все в описании. Ну а теперь вы можете спокойно заходить в свою любимую игру. И наслаждаться. Я надеюсь, что данный ролик вам хоть немного помог. Ну а если ты хочешь максимально оптимизировать свой компьютер и увеличить фпс в играх, то смотри видео на моем канале, где я рассказывал про 10 шагов, которые поднимут фпс в играх. Кликай по подсказке или переходи в описание. Всем спасибо за просмотр. С вами был Симон. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok